Есть ли необходимость и возможность изменить очень сложную налоговую систему страны? Насколько она эффективна на уровне смыслов? Правильно поставлен вопрос. Дело в том, что если проанализировать налоговую систему в целом, то она в полной мере соответствует принципам Вашингтонского консенсуса, которые были в свое время разработаны Соединенными Штатами для стран Латинской Америки, а потом успешно применены к бывшему Советскому Союзу. Не надо быть специалистом, чтобы понять, на кого работает эта налоговая система. В целом, как система. Первое. Такие налоги, как НДС, налог на прибыль. К чему они подвигают? Во-первых, к поставкам сырья за рубеж. Как только Вы что-то сделали для себя, так заплатите за это. А если не металлом отправили, а сделали проволоку, а потом, не дай бог, из этой проволоки намотали трансформатор, а потом еще раз этот трансформатор поставили на какое-то изделие, и на каждом этапе у Вас НДС, и Вы становитесь неконкурентоспособными. Или такой налог, как налог на прибыль. На что он мотивирует? Он мотивирует на избыточные расходы, потому что от этого налога всегда можно уйти. Нужно просто увеличивать расходы, и тогда у Вас не останется прибыли. И вот эта очевидность, что все нынешние налоги, умные люди, в кавычках, которые, так сказать, с Западом дружат, они от этих налогов уходят в нули. Можно не платить НДС, а даже, наоборот, возвращать еще, от государства получать эти налоги. И плюс не платить налог на прибыль, обосновав какие-то безумные расходы. Вот, поэтому, когда у меня есть масса учеников, которые профессионалы в налоговой тематике, они обращались с письмами во все инстанции, и в правительство, и в налоговую. Ну, какие ответы приходят? Ваши предложения выпадают из той системы, которая действует в России, поэтому они неприемлемы. Вот, примерно, такие ответы. Так мы-то говорим о том, что сегодня нужны перемены онтологического толка. А какие же налоги, на мой взгляд, могли бы прижиться? А можно, вопреки требованиям Вашингтонского концесса, требующего как можно большее количество налогов, свести все налоги в один единственный. Налог на потребление. Для юридических лиц это налог на то, сколько электроэнергии, материалов, ресурсов они переработали. А это не спрячешь, это всегда видно в готовом продукте. То есть, там никуда не будет. Ты не можешь работать, выпускать какие-то изделия, если ты древесину не приобретал. И ты не можешь это сделать, если у тебя нет незатраченной энергии. И если говорить о физических лицах, то точно так же этот налог очень справедлив. Потому что у одного Мерседес и личный самолет, а у другого велосипед и самокат. Тот, кто на велосипеде ездит, ему автобаны не нужны. Поэтому налог на потребление должен быть основным у физических лиц. Налоги платить тот, кто должен, тот, кто пользуется вот этими инфраструктурными всеми особенностями. Вот поэтому и там, и там налог один-единственный был бы ориентирован на сохранение и ресурсосбережения, и на справедливость. Но, к сожалению, это выпадает из ныне принятой концепции управления страной, которая была заложена в 90-е годы, и мы знаем кем. Об этом президент неоднократно говорил, кто работал у нас в Кремле в начале 90-х годов. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы толкуете или как правильно следует толковать Коран. Правильно ли воспринимать каждый из аятов буквально? Например, что вы думаете о упоминаниях об адских наказаниях в 96-й суре Корана? Коран, конечно же, особое мировоззренческое произведение. И не способен, вы знаете, он был с 610 по 632 год через Мухаммада, который не умел ни читать, ни писать. И дословный перевод слова Коран – это чтение вслух. Когда-то Мухаммад вдруг услышал голос неизвестный, ты должен читать. Он говорит, я не умею, второй раз должен читать. Третий раз его уже так сжали и сказали ему, читай. И он услышал этот голос, который он потом воспроизводил. И читаю я Коран, конечно же, по-разному. Во-первых, там есть действительно уникальные совершенно научные открытия. Это и история происхождения железа, и миссия гор на земном шаре, и семь небес вокруг Земли. То есть масса таких открытий или созвездия Сириус описана в Коране. А вот читать его нужно не только на уровне таких серьезных мировоззренческих открытий, но и на уровне мистики сегодняшнего дня. Вот то, что вы сказали по 96-й суре, ведь она же в хронологической последовательности вообще-то первая сура. Она говорит о создании человека. Но там есть такие строчки, которые вообще-то здесь еще проблема переводчиков всегда присутствует. Пушкин называл переводчиков, как вы помните, подставными лошадьми просвещения. И вот я вам продемонстрирую это на примере как раз 96-й суры. Вот я взял выдержку вам. Да, действительно, если брать переводы классические, я больше всего пользуюсь Османовым или Крачковским, то там звучит так. Значит, пусть он зовет свое сборище, мы же позовем адских стражей. И вот это адские стражи многих настораживает. А я вам приведу пример перевода этих же строчек со стороны Пороховой Валерии. Вы знаете, Порохова Валерия, ее вариант Корана признан каноническим. Я несколько раз встречался с ней, дома у нее бывал многократно. Так вот, она переводит эти строчки совершенно по-другому. Давайте сравним, как это у разных переводчиков звучит. Значит, в классическом варианте, пусть он зовет свое сборище, Порохова дает вопрос, пусть он тогда своих друзей на помощь призовет. В классическом варианте, мы же позовем адских стражей, а Валерия Порохова, мы же созовем своих блюстителей порядка. То есть, вообще нельзя переносить термины тех времен в наше понимание, они искажают смысл. Ну или возьмем в этой же суре, кстати, вот аят 15-й и 16-й, 96-я сура. Вот, я вам прочитаю это. Это уже на уровне Пушкина, когда есть некий такой скрытый, непонятный смысл, который имеет особое толкование сегодня. Вот мне это напомнило сразу же Украину, когда я читал эту суру. Неужели он не знал, что Аллах видит его? Это как будто бы, знаете, к герою украинскому там обращаются якобы. Неужели он не знал, что Аллах видит его? Но нет, если он не перестанет, то мы схватим его за хохол. Хохол лживый, грешный. Пусть он зовет свое сборище, а мы ж созовем своих блюстителей порядка. Вот как, так сказать, если эту суру прочитать вот уже в таком переложении на времена сегодняшние. И вот примерно так нужно читать и весь Коран, то есть видеть некие такие глубинные смыслы, но в то же время видеть и какие-то связки и подсказки с днем сегодняшним. В самом конце вашей знаменитой лекции ФСБ запись обрывается на том месте, где один из слушателей задавал вам вопрос о вашей точке зрения, касающейся Востока. Вы рассказывали, что Восток – это особая статья, и следует уметь разграничивать исторический ислам и Коран. На этом запись обрывается. Не могли ли бы вы продолжить ваш рассказ «Ответ про Восток» и про исторический ислам и Коран? Очень глубокий вопрос вы задаете, и нужно очень аккуратно отвечать на него. Дело в том, что мы говорим, что религия – это элемент культуры того или иного народа, и поэтому к религии нужно относиться с большим уважением вне зависимости от того, как она выстроена, потому что сама религия – это элемент культуры. Но если мировоззренчески взглянуть на все происходящее, то действительно исторический ислам и Коран, они несколько расходятся между собой, потому что Коран попал под влияние западной концепции. Для меня это очевидно. Очевидность эта сформировалась сразу же после того, как Коран, единое целостное учение, тем не менее породил два независимых и во многом противоречивых друг другу сообщества, это шииты и суниты, которые устроили внутренние разборки между собой. И в этом просматривается однозначно известный всем механизм «разделяй и властвуй». То есть исторический ислам оказался под пятой у библейской концепции управления. И наиболее ярко об этом сказал Пушкин. Наверное, этим я и завершу свои соображения, потому что точнее Пушкина не скажешь. «Стамбул и геори нынче правят, а завтра кованой пятой, как змея дикого раздавят, и прочь пойдут, и так оставят, Стамбул заснул перед бедой. Стамбул отрекся от пророка, в нем мудрость древнего востока лукавый запад подменил». Вот Пушкин как раз об этом, что Стамбул отрекся от пророка по очень многим важным позициям. «Самое прекрасное, что я видел в своей жизни, это солнце. В какой-то период времени я почувствовал необходимость смотреть на солнце. Это очень помогает в тяжелые периоды жизни. Пожалуйста, расскажите о солнце, все, что вы посчитаете нужным». Ну, вопросик, конечно, такой, вы знаете, наверное, заслуживает особого поощрения человек, задавший этот вопрос. Очень глубокий вопрос, я вам одно скажу. Я тоже о солнце очень много думал. Что же это такое? Ну, во-первых, здесь можно самые разные ракурсы. Первый ракурс, давайте, физический. В моем понимании, это чисто субъективное мнение мое, прошу на него не ссылаться, а если ссылаться, то сказать, что это мнение Ефимова. Я считаю, что на солнце идет процесс превращения эфира в разреженный материальный мир. Эфир – это самая плотная сущность. Эфир – это то, из чего состоит все сущее, и размерность частичек эфира – это 10 в минус 50-й степени метра. Так вот, при превращении эфира в материю выделяется колоссальное количество энергии. И вот такое превращение эфира в материю, оно возможно только при определенных условиях, которые нужно однажды создать. Если вы такие условия создаете, то этот процесс становится, как вот в ядерном реакторе, вечным. И тот же процесс, в моем понимании, опять же, проистекает и внутри земного шара. Там, вы знаете, есть ядро, и это ядро, оно является вторым нашим Солнцем. Оно тоже генерирует материальный мир из эфира. Вы знаете, что поверхность земного шара ежегодно расширяется, это научный факт. Если вы сложите все материки, то вы увидите единую целостность, они все сложатся в единую поверхность. О чем это говорит для меня, как для физика? Это говорит о том, что внутри создается вещество из эфира. И когда мы видим некие абсолютно аномальные явления в природе, ну, я знаю, угольные пласты высотой там, я сейчас могу ошибаться, но сотни метров уж точно, да, сотни и более метров. Так вот, такой пласт, он физически не мог сформироваться из растительности, как это говорят. Это искусственное происхождение из эфира, в моем понимании. И только этим я могу объяснить расширение земного шара. Ну, и в этом смысле Солнце выступает как Бог-творец. Почему? Потому что именно оно, вот в процессе этой реакции, и создает материальный мир. Откуда появилась Земля? Откуда появились планеты? Да это фрагменты вот той реакции, которая идет на Солнце. В моем понимании это так только можно понять. Поэтому не случайно иногда говорят, что, ну, вы знаете, в Древнем Египте еще Бог-ра – это Бог Солнца всегда считался. То есть часто обожествляют Солнце, Бог-ра, да. И если посмотреть даже и на лексику англоязычную, допустим, а библейская концепция, она же ведь порождена именно западным миром, да, потому что, если вы возьмете Ветхий Завет, потом Новый Завет, корни же его не в русском языке, а в западном языке. Так вот, если вы даже обратитесь к языку, опять же, источнику, носителю этой концепции, то вы какие слова там увидите? «Son of a God» – «Son of a God» – это о Христе, как о Сыне Божьем. «Son of a Бог». «Son of a God». А вот в этом же языке звучит это и по-другому. «The Son of a God» – это уже Солнце Божье, да, а не… Можно и так это истолковывать. Можно истолковывать как Сын Божий, вот в англоязычных вариантах, а можно истолковывать и как Божье Солнце, да, вот в моем понимании вот этот мыслящий эфир, это, кстати, видные ученые наши, именно так и объясняли Божественную сущность, что это мыслящий эфир. Как раз Солнце является частью этой эфирной сущности в моем понимании. Ну, еще одну так для меня очень значимую аналогию хотел бы привести, которую я, так сказать, для себя всегда имею внутри по поводу Солнца. Ведь все, что есть на Земле, это продукт солнечной энергии, вот этой Божественной солнечной энергии. И человеку, в моем понимании, дарована способность напрямую питаться солнечной энергией и энергией эфира. Если взять вот феномен Протопопова Евгения Николаевича, который, ну, генеральный директор нашей фабрики Дженеви в Питере, он порядка там 5-6 лет ничего не ест и около двух лет ничего не пьет. А как же он живет? Вы спросите. Да вот он живет как раз вот так. Как организм вернул себе способности питаться солнечной энергией и энергией эфира. А теперь мы так, разучились мы питаться солнечной энергией. Тогда мы что говорим? Мы приглашаем капусту, засаживаем ею землю и говорим, вот вы собирайте-ка солнечную энергию. В свое время академик Несмеянов, он возглавлял Отечественную Академию Наук, был ректор МГУ, посчитал, что для того, чтобы восполнить необходимость в энергии человека, достаточно солнечной энергии, падающей на один квадратный метр поверхности Земли. Но только надо научиться ею пользоваться. Вот в чем секрет Протопопова. Он как-то научился, да. Мы не хотим, мы приглашаем капусту и говорим, ну-ка давай, это самое, вот, потребляй солнечную. Капуста потребляет солнечную энергию. Что? Она энергию потребляет и вырабатывает на этой основе, на основе фотосинтеза и других процессов, вырабатывает органическое вещество. Потом мы этот качан приглашаем к себе и потребляем, о чем мы потребляем? В конечном счете солнечную энергию, только переработанную. Потом мы начали и лениться даже в этой части. После того, как переработка первой солнечной энергии прошла, и появилась капуста, мы приглашаем баранчика и говорим, ну-ка, баранчик, мне тут лень жевать, ну-ка ты давай переработай вот эту всю капусту. Вот, баранчик, значит, встал рядышком и эту капусту все переработал. А потом мы его раз и нам проще, да. Но когда считаешь КПД вот этого перехода, то я не поленился, как-то посчитал, потому что сколько может капуста усвоить от солнечной энергии? Очень немного. А сколько может усвоить баранчик из той энергии, которая в капусте есть? Ну, КПД там процентов 8 примерно, по-моему. А сколько человек может усвоить той энергии, которая содержится в теле баранчика, а все остальное уходит в отходы. И поэтому моя арифметика получилась такая. Из миллиона единиц энергии, падающей на квадратный метр, через передел, через капусту, потом барана и так далее, и потом через человека мы усваиваем из миллиона килокалорий одну. Все остальное уходит в отходы. Вот так живет человечество. Ну, вот, пожалуй, это наиболее значимые моменты, которые мне как-то близки, когда я думаю о солнце. В свое время я учился вот как-то впитывать энергию солнца через зрачки, но никому не рекомендую этим заниматься. Это очень такая непростая задачка, и она небезопасна для зрения. Но, тем не менее, спасибо вам за вопрос. Он наводит на очень серьезные размышления. Как вы оцениваете ближайшее и отдаленное будущее банковской системы? Ну, если говорить о банковской системе, то мы должны понять, конечная общественно полезная цель-то в чем? То есть у каждой структуры есть какие-то свои собственные интересы. Понятно, если есть банковская система, то ее задача – зарплату хорошую платить, чтобы люди там работали, это нормально вполне. Но в прошлом году, в 23-м, был побит рекорд банковской прибыли за всю историю. Прибыль составила 3,3 триллиона рублей. Вот давайте вдумаемся, что же такое прибыль банков. Вот они же при этом все расходы свои покрыли. И на машинах на хороших ездили, и самолетами летали, и зарплаты хорошие платили. Но прибыль – 3,3 триллиона. И вот тут начинаешь понимать, что интересы корпорации и интересы общества в целом, они очень серьезно расходятся. Ведь эти денежки могли остаться в чьих-то карманах. В карманах тех, кто платил очень высокие проценты. Но не будем здесь в это вникать глубоко. На эту тему очень много идет разговоров. Я хотел бы остановиться на антологической сути банковской системы. Ведь для чего вообще возникла эта система в целом? Она же возникла исключительно для людей труда. Для производителей и потребителей. Никаких других там задач вообще не стояла же задача. Вот вырастить банкиров таких умных, упитанных, красивых. Стояла задача, как организовать взаимодействие между производителями и потребителями. И вот это единственная позитивная функция. То есть банковская система – это про отношения. И вот эти отношения, на мой взгляд, сегодня прекрасно могут быть выстроены без банков процентов инфляции. Они могут быть выстроены на основе криптоотношений, на основе отношений на информационных площадках. Когда, по сути, эмитентами могут выступать сами производители товара. Вот товар произвел, а может он никому не нужен. А если он нужен, то происходит рукопожатие, договорились производители и покупатели. И в это время это подпись контракта и есть акт эмиссии денежных средств. В каком виде? В виде товара вот этого. То есть все товары могут быть оцифрованы. И дальше люди меняются фишками. Деньги-то для этого не нужны. Вы возьмите даже любой кооператив. В кооперативе же нет никаких денег по определению. И это узаконенная ныне форма. Есть там, так сказать, участники кооператива. Один производит молоко, второй мясо, третий еще. Денег-то там нет. Они просто обмениваются товарами между собой через так называемые паи. Ну так вот, пожалуйста, сделайте кооператив размером с Россию. Ну и будет у вас то же самое. Сложно это? Да, сложно, но это абсолютно решаемая задача в наш информационный век. Было бы желание. К сожалению, все готовят какие-то перемены в сфере финансового обращения, в сфере денежного обращения. Первый пункт, который они считают незыблемым, как при этом укрепить банковскую систему. А потом уже все остальное вторично. Если заглянуть в эту тему в корень, то все выглядит совершенно иначе. Что будет с госдолгом США в отдаленной перспективе? Госдолг США, всем очевидно, он абсолютно невозвратен. Он растет такими темпами, что это просто умопопрочительно. Я не буду сейчас цифры приводить, но скажу об одном, что никто никогда и не планировал этот долг к возврату. Просто система так выстроена. И чтобы понять, что это такое, нужно перейти, как мы говорим, в обезразмеренную систему единиц. То есть представьте себе, что все деньги, которые есть на земном шаре, вы их примите за единицу. Тогда в каждой стране есть одна десятая, одна сотая, одна тысячная. А теперь как можно обворовать кого-то? Вот была одна десятая, а вы эту единичку уменьшили. Тогда дробь изменилась, она уменьшилась. Но ведь дробь-то можно менять не только за счет уменьшения числителя, но и за счет увеличения знаменателя. Вот такая простая схема, когда Соединенные Штаты просто увеличивают размер знаменателя. Вот этот знаменатель, одна от чего-то, у вас становится каждый год разным за счет того, что знаменатель становится все больше и больше. И в результате ваша доля в общей покупательной способности резко падает. Это прямое воровство. Но никто не осознает, как это воровство, потому что у вас из кармана никто ничего не вытаскивает. Просто увеличивают знаменатель. И, соответственно, вы владеете теперь уже не одной сотой, как когда-то, а одной тысячной. А Соединенные Штаты, они как владели своей долей, так и владеют. Вот такая здесь применяется хитрость. Поэтому Соединенные Штаты не планируют возвращать долларовый долг. Они планируют ввести иную валюту. В моем понимании это сегодня биткоин. И они все свои собственные доллары уже давно перекачивают в биткоины. И когда всему миру продемонстрируют, что биткоин резко растет по отношению к доллару, то произойдет такой психологический момент, когда люди поймут наконец-то, что это не доллар, не биткоин дорожает, а это доллар дешевеет. И как только они поймут, так наступит конец долларовой системе. А те, кто останутся с долларами, это будет эквивалентно тому, как в Египте когда-то остался тот, кто считал за деньги ракушки. И черепки с надписями использовались. А потом кто-то их так и держал, и копил. Потом они оказались никому не нужными. Так что история повторяется. И с долларом произойдет то же самое, что было раньше. Если говорить об искусственном интеллекте и человеке, то самое главное, нужно ответить на вопрос, а что же такое человек. Без ответа на этот вопрос никогда не разберете. Так вот, человек в нашем понимании – это переединство тела, духа и души, наделенное от Бога определенными качествами. Во-первых, свобода воли и свобода выбора. Дальше. Человек от Бога наделен чувством любви, чувством совести, чувством развлечения и чувством меры. Через совесть, любовь, развлечения и меру он может напрямую ощущать Божий промысел. И при желании выстраивать жизнь, дела и планы в русле промысла Божьего. Но все это абсолютно недоступно искусственному интеллекту. У искусственного интеллекта нет никакого контакта с Божьим промыслом и нет возможности выстраивать перспективы человечества в русле промысла Божьего. Поэтому, если говорить о полной функции управления, то только человеку доступны первые этапы полной функции управления без структурного характера. Это выявление фактора среды, который давит на психику, потому что ты живешь по-божески, и ты чувствуешь, что тебе что-то не так. Это выявление этого фактора на будущее, это формирование вектора цели в отношении этого фактора. Вот это все недоступно искусственному интеллекту. Искусственному интеллекту доступно все, начиная с шестого этапа полной функции управления. Это управление структурами. А структуры должны быть созданы тоже на основе психики человеческой, потому что психика человека может быть очень разная. И в отсутствии Божьего водительства перспективу долгосрочную не выстроишь. Поэтому важно очень четко понимать миссию и роль искусственного интеллекта, которая рядом не лежала с тем, что доступна человеку в связи с его прямым контактом с Божьим промыслом. Зачем в жизнь приходит порча? Что менять и как лечить? Ну, вы знаете, порча – это все-таки суеверие, которое основано на разного урока догадках. И я здесь считаю, что это не соответствует действительности. Любая порча, любые, значит, поверья, любые боязни чего-то – это следствие того, что вы это принимаете. Ну, на простом примере. Вы верите, что если черная кошка перебежала дорогу, то значит это к беде. А если вам кто-то что-то наговорил, то у вас там что-то заболит. Но как только вы это заложили в свое бессознательное, а когда человек пропускает через сознание, то у него отпечаток остается на бессознательном. Как только бессознательное получило эту команду, оно начинает эту команду отрабатывать. И поскольку черная кошка перебежала дорогу, а вы верите, что должно произойти что-то нехорошее, то бессознательное аккуратно ведет вас к вашему же собственному устремлению. И вот это все и происходит. Поэтому как только вы откажетесь от веры в порчу, от веры в приметы, так на вас это больше действовать не будет. Вот поэтому я желаю вам ценить черных кошек не меньше, чем белых, и у вас все в жизни будет хорошо. Мне очень нравятся ваши разъяснения по поводу генетически обусловленного потенциала человека. Нравятся лекции о Божьем водительстве и Божьем промысле. Если я не состоялась в этой жизни как мать, я не родила ребенка, то каков Божий промысел на меня? Вы знаете, у каждого из нас своя судьба. И здесь Бога винить, что называется, нет необходимости. Это уже нужно смотреть наши земные дела. И ни в коем случае не надо это рассматривать как вот нечто такое непреодолимое. Дело в том, что да, действительно, одна из важнейших миссий, с которой человек приходит на землю, это продолжение рода человеческого. Для этого Бог даровал ему эту способность. Это божественный дар произвести на свет Божий не какой-то жалкий компьютер, не какой-то жалкий мобильник, а вот человека. Это создание по сложности, равному ему нет ни в одной галактике. Так вот, кому-то это не удалось. Но это не значит, что вы не причастны к этому. Вы, во-первых, если там возраст позволяет, то всегда можно усыновить, удочерить ребенка. При этом миссия ваша будет, на мой взгляд, даже более высокой, чем у человека, который родил своего ребенка. Потому что родить – это одно, но воспитать – это совершенно другое. Если такой возможности нет, то все равно отношение к детям, понимание значимости продолжения рода, важно, чтобы оно в душе было у человека. Поэтому вы сейчас себя ни в чем не вините и старайтесь жить в той ситуации, в которой живете, почитая Бога, понимая, что все происходящее у нас определяется и той нравственностью, в которой мы с вами живем. И это следствие человеческих каких-то проблем. Но и Божьего предопределения на такие варианты, конечно же, нет. Это уже каждый из нас формирует свою судьбу сам. Как марихуана действует на человека? Ну, вы, наверное, знаете, что каннабиоды, содержащиеся в марихуане, они очень серьезно действуют на нервную систему человека. Нервная система очень резко активизируется, но после этого наступает депрессия. Выводить себя из божественного состояния, то есть Бог, создавая человека, предусмотрел все. Человек настолько уникальное существо, то, что вмешиваться туда с какими-то регулировками, это безбожие. Вот как сейчас пытаются нам навязать, значит, что надо чего-то кому-то впаять, чего-то доделать, это безбожие. Это признание того, что Бог, мол, несовершенен, а вот сейчас мы в мозги чего-то вставим, какой-то чип, и мы усовершенствуем творение Божие. Это, по сути, богоборчество. Поэтому таким же богоборчеством является попытка изменить естественную природу и психику человека любыми психотропными веществами. Когда это используется как средство для лечения, но у меня часто задают вопрос, а можно ли там лекарства на спирту употреблять? Ну, здесь я считаю, что если все-таки у вас в помыслах сохранение здоровья, то это одно. Но если вы употребляете табак, алкоголь, марихуану, я разницы в этом не вижу, то вы, безбожник, вы насилуете свою психику, свое тело, и, соответственно, вы лишаете себя возможности как-то быть в русле промысла Божьего, ощущать ветерок вседержительности. Я наркотики, честно говоря, на мировоззрительном уровне не различаю. Для меня шампанское, марихуана, героин, без разницы, это, как, знаете, в военном оружии. Есть пистолет, есть винтовка, есть пушка, есть ракета. Да, разные, конечно, по мощности. Но наиболее опасное генное оружие, это, конечно, пиво и шампанское, потому что с них приобщаются к этой линейке дети и женщины. Важно начать с чего-то. Если человек начал с шампанского, он потом к вину переходит, а потом лишь 10-20% удерживаются к тому, чтобы это не стало такой повседневной нормой. Так что марихуана здесь не надо ее выделять из общего ряда, это общая проблема. Нужно выходить из зависимости и жить естественной, божественной жизнью. В мире, где каждый день эта возможность стать лучше, школа управления открывает двери к саморазвитию. Под руководством Виктора Алексеевича Ефимова, ведущего эксперта в области управления собой и окружающим миром, вы обретете не только знания, но и мудрость. Наши курсы это мост к новой жизни, где каждый найдет ответы на важнейшие вопросы, научится преодолевать препятствия и достигать поставленных целей. Станьте частью нашего сообщества, где уже тысячи учеников обрели смысл, направление и достигли невероятных высот. Прослушала курс и это дало много понимания о том, что происходит вокруг меня. Курс дал возможность выстроить в голове более правильное, более четкое мировоззрение. Присоединяйтесь к школе управления и начните путь к лучшей версии себя уже сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова